И по поводу стаи тоже хотела сказать, я в лекции потерялась с самим определением, что есть стая. В принципе, у меня есть в лексиконе в моём слово стая, и я им обозначаю тех близких по духу людей, которые не являются членами моей семьи. Я, в принципе, так и говорю, да, это моя стая, с кем я душевно, духовно связана, кто меня поддерживает, с кем у меня, в принципе, эмоциональная связь. Но когда вот это было в лекции, там, вот есть какие-то люди извне, и они могут, ну, там, мы с ними пересекаемся, они могут быть, там, членами нашей стаи. Но у меня сразу вопрос, не знаю, там, сантехник Вася, который приходит мне поремонтировать кран, ну, блин, я с ним пересекаюсь по жизни, но он далеко не моя стая. То есть на вот это может как-то тоже сакцентировать внимание, что именно вот те люди, с кем у нас эмоциональная связь, кто для нас реально важен, а не с тем, кем мы просто, там, стыкаемся, там, и всё, как бы, ну, вот так. Ну, да. Как-то транзитные пассажиры не наши сны. Да, 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 да. Дело в том, что, в принципе, в современном обществе, где многие функции заменены не только людьми, которые просто оказывают нам услуги, да, вот, сантехник Вася, да, который пришёл, сделал, ушёл, а и техническими устройствами. То есть создан пылесос, который сейчас робот дал, запустил он. А это был, нужен был бы мышечный вектор, да, нужно было бы, как бы, ну, какое-то упорство, да, какие-то усилия. Мы многое, почему у нас и возникает ощущение, что мы можем жить без стаи, да, вот такой индивидуализм, о котором я говорил. Потому что многое заменила цивилизация, либо технически, либо устройствами. По сути, сантехник Вася, он тоже, в каком-то смысле, член стаи, потому что он выполняет функцию. Но он эмоционально не связан. Поэтому ты с ним общаешься через деньги. Через такое универсальное обменное средство, да, то есть, и вот он тебе не нужен. Не было бы такой службы, да, вот, то тебе нужен был бы сантехник. Ну, например, вернемся немножко в прошлое наше советское, да, вот кто помнит его, то, например, мужчине нужно было быть мастером на все руки. Ну, некоторые сейчас ждут, да, от мужчины этого всего, да, потому что сейчас можно с кого-то пригласить и сделать эту условию, а тогда, блин, ну, никого не было. А он должен был доказывать свое мужское через то, что он может там кран починить, или, не знаю, там, мебель поремонтировать, или еще что-то, да, вот. Выполнить функцию. Сейчас стало проще, но стая все равно осталась. Скажем так, ее, ну, как бы, постов, который не полнофункциональный, и часть функции выполняют все-таки люди, услуги, которых мы покупаем. Ну, я немножечко о другом, в том плане, что мы тогда заменяем значение слов и придаем им несколько другого, потому что, если мы говорим стая, ну, если мы берем животных, да, это там сколько-то особей, сгруппировавшихся, проживающих на одной территории. Мы не берем всех особей в мире на всем земном шаре и не называем их стаей. Это, ну, скажем так, вид или как это там называется, да, а вот стая – это там 20, которые живут вместе. Вот для меня стая – это мои друзья, это мои знакомые, с кем у меня эмоциональная связь. Сантехник Вася – это уже для меня, ну, опять, если по терминам, это представитель общества, и я его не считаю своей стаей, потому что если вот так обобщать, в принципе, мы можем сказать, ну, не знаю, зависит от решений, там, не знаю, мэра, президента, губернатора, наша жизнь. Ну, в каком-то смысле зависит, да, вот они приняли что-то, там, мы платим больше, или там нам перекрыли дорогу, или там запретили то-то. Являются ли они членами нашей стаи? Ну, довольно сомнительно. Общество – да, но не конкретно стаи вот этого узкого понятия, ну, как бы, опять, либо говорить о том, что тогда под стаей подразумевается вот это более широкое общество, вот оно все в себя включает, либо тогда конкретизировать, что вот стаи – это все-таки более узкий круг, с кем мы эмоционально связаны, и, в принципе, кто на нас усим не нужен. Отвечу, что если бы не было возможности купить услуги Васи, пришлось бы искать какого-то Васю, с которым надо было бы подружиться. И обвиняться какими-то делами, да? Я тебе, Вася, сделаю это, а ты мне, Вася, сделаешь что? Если Вася на один раз, он и член стаи. А если Вася все-таки регулярно будет нуждаться в том, что делаю я, а я буду нуждаться в том, что делает Вася, он войдет в мою стаи. Ну, я не исключаю, что да. То есть мы, не знаю, подружимся, или станем очень нужны друг другу, да? И у нас будет какое-то доброжелательное отношение, и мы будем как-то выделять этого человека, да, вот. Ну, а отвечу, это, ну, первый ответ, да. Второй ответ – это когда-то действительно человеческое сообщество было 20-30 человек. Ну, та обезьяня получеловеческая, да, полуобезьяня стаи, вот так вот. А потом, конечно, все начало усложняться, человечество начало увеличиваться в количестве, и начали они как-то смешиваться, взаимодействовать. И, конечно, сейчас мы можем говорить о стаи, вот, это непосредственно с людьми, с которыми я связан функционально, и личными отношениями, да, то есть. И о стае более широком, ну, например, вот мы живем в микрорайоне, да? В микрорайоне, в городе, в городе. Да, в городе и дальше. И они тоже выполняют функции стаи. Но дело в том, что они для нас существуют как бы абстрактно. Я живу в этом доме, да, тут много людей, я их знаю только для того, чтобы кинули головой, да? Но я с ними не взаимодействую больше, просто выполняю ритуал. И мы, в принципе, в таком состоянии живем, потому что, ну, как бы, определенной группе людей нас так легче использовать. Сейчас что в себя включает понятие стая, вот в этом методе? Вот что именно является стая? Кто в нее входит? Кого мы можем назвать стаей по этому методу? Я уже сказал, еще раз повторюсь, но, наверное, надо повторить. Это люди, с которыми мы связаны функционально постоянными регулярными обменами. То есть я для них что-то делаю, они для меня тоже что-то делают. Между нами в результате возникли стабильные, длительные отношения. И поэтому я от них зависим, а они от меня. Вот это некий аналог той древней обезьянной стаи, в которой мы сейчас живем. И эта стая теперь должна рассматриваться как система. Я же еще раз подчеркну, что у Борта Хеллингера, да, и у других психологов, семейных, семейная системная психология, говорится о семье. И как бы ядром стаи, наверное, для нас большинство все-таки члены семьи, они входят в эту стаю, да, но они не все. И, кстати, сам Борт Хеллингер там говорил, что и убийца, или человек, из-за которого мы что-то получили, он становится членом системы. То есть там первоначально говорилось о кровнородственных связях, а потом и не кровнородственных связях. То есть, по сути, он уже полшага сделал, а вот исходя из системной векторной психологии, я делаю еще полшага и говорю, что большее количество людей. И нам нужно посмотреть, может быть, они все совпадают с семьей, но если у тебя с семьей определенные отношения, да, вот эти репродукции, да, то есть они, и ты связан с своими обязательствами, а душевно ты живешь с другим, да, и общаешься, и он, то эта связь даже более важна. Хотя это тоже сохраняется, да, то есть они все выполняют свои функции, да. Твое интеллектуальное, ну, твой звуковой вектор, да, например, он нуждается в этих людях.